Общие вызовы и угрозы сегодня выводят на первый план необходимость решать проблемы сообща усилиями тесного сотрудничества. Накануне состоялся телефонный разговор лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сегодня в Минск по поручению президента России прибыла правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Минск и Москва готовы к работе по сближению позиций. Активные контакты страны поддерживают в промышленности, энергетике, транспортной сфере и строительстве. Усиленно работают над интеграционными пакетами документов. Вопросы двусторонней повестки сегодня сначала обсудили во Дворце независимости, затем состоялся предметный разговор в правительстве. Детали внешней повестки у Вероники Бута. О том, что в Минск прибудет российская правительственная делегация, стало известно накануне, после того, как Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Помимо февральской личной встречи президентов в Сочи, созванивались лидеры уже в четвертый раз. Официальный релиз переговоров был достаточно сухим. Прозвучало развитие двусторонних отношений, обсуждаемые в международной повестке. Так что журналисты логично рассчитывали, что встреча с российским премьером даст куда больше информационных поводов. Командировка в Минск для Мишустина – поручение российского лидера. О ней договорились еще в феврале, раскрывает подробности Александр Лукашенко. Я вам благодарен, что вы, выполняя поручение президента, приехали сегодня со специалистами для того, чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем. Но это одна из проблем. Это ключевое слово. Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было. И в России, и в Беларуси всегда было нелегко. Но, тем не менее, времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют. Мы готовы для того, чтобы искренне и честно, особенно с вами, обсудить эти проблемы, зная вашу искренность в отношении к Беларуси. Одна из важнейших проблем. Так, по всей видимости, президент называет работу над налоговой системой. Стороны давно обсуждают возможные единые подходы. Сегодня, скажем, в Беларуси выше налог на прибыль, чем у соседей, больше нагрузки несет бизнес. А в России платят больше НДС. Главное условие, об этом говорилось неоднократно, чтобы налоговый механизм был прозрачным и для Беларуси, и для России. К слову, Михаил Мишустин в этих вопросах далеко не последний человек. До премьерской должности он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу России. Хочу пользоваться случаем, передать самые теплые пожелания от Владимира Путина. Мы как раз накануне с ним говорили о деталях нашего взаимодействия. Посмотрим, как можно интегрировать системы наши. Я давно знаю коллег белорусских из таможенной службы, из налоговой службы. Это высокие профессионалы. Но наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Но что такое интеграция? В пользу нашего союзного государства выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения. Мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможности этой интеграции на основе, как я сказал, лучших технологий, которые предлагают и белорусская страна, и российская. Делегация представительная. Стороны готовы к работе по сближению наших позиций и решению накопившихся вопросов. Позже на переговорах в расширенном составе премьеры заявят. Пакет предложений по углублению интеграции в высокой степени готовности. Как принято говорить, руку на пульсе держат лично президенты. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех иных проблем. Потом мы проведем форум регионов с вами. Вы знаете, это Подмосковье. Потом союзный Салмин. А потом где-то с сентябрь-октябрь договоримся ближе по обстановке высший государственный совет. Ну и нам надо этот высший госсовет отметить хорошим движением в рамках союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня. Два с половиной часа журналисты ждали подробностей диалога и терялись в догадках, о чем идет речь за закрытыми дверями. О результативности встречи можем только догадываться по настроению президента и премьеров и желании прогуляться по дворцу. Впрочем, завесу тайны приоткрыли позже. Тема интеграции в экономической сфере — приоритетный вопрос двусторонней повестки. В прошлом году наш товарооборот составил 29,5 миллиардов долларов. Не добрали до уровня 20-го. Причина известная — пандемия и внешнеполитическая конъюнктура. Экономическая статистика начала года обнадеживает. Удалось нарастить объемы на 15%. При этом есть необходимость большей сбалансированности двусторонней торговли. Есть результаты в щепетильном вопросе логистики наших нефтепродуктов. Маршрут перестроили два месяца назад. Морские терминалы России стали альтернативой прибалтийским портам. Уже отгружено более 220 тысяч тонн внешторговых грузов в Республике Беларусь через морскую портовую инфраструктуру России. Это дает хороший пример тому, как действительно сложные в практическом плане вопросы могут оперативно решаться благодаря нужной мотивации и усилиям, а также поддержке на уровне руководства наших стран. Дальше больше обсуждали сегодня такой маршрут для других товаров, а также как можно использовать совместные логистические цепочки. Медленное открытие белорусско-российской границы сдерживает наши экономики. Роман Головченко убежден, необходимо возвращаться к доковидному режиму передвижений. На постепенное восстановление сообщений между Беларусью и Россией рассчитывает и российский премьер. 30 апреля будет реализован проект «Ласточки», Москва-Минск. Мы вообще собираемся железнодорожное сообщение в ближайшее время восстановить в Сочи. В Минск также ежедневный скоростной поезд должен быть. И надеюсь, что также и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех, собственно говоря, объемов перевозок пассажиропотоков и грузопотоков, которые были до пандемии. Пока не ослабевает влияние коронавируса на нашу жизнь, настораживает и появление новых штаммов. Беларусь и Россия совместно работают над тем, чтобы защитить людей от COVID-19.